...людей, какую великую силу иметь надежды на Господа. Псалом 117. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Несчастен тот, кто не надеется на Бога, и думает составить тебе счастливую жизнь сам собой или при помощи сильных людей. Но воистину блажен, кто, трудясь, не полагается на свои труды, на свои силы, на силу других людей, а живет надеждой на Бога и упованием на помощь Его, и спрашивает через молитву помощь сию. Книга пророка Иеремии. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо Он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не все имеют одинаковую надежду. Иной надеется на князей и сынов человеческих, иной на богатство, иной на честь, иной на разум свой, иной на силу свою. Одни только истинные христиане, оставив все сущее, надежду свою полагают на Бога единого. И как эти одни имеют истинную надежду, так все другие надежды имеют ложную, а потому и заблуждаются. Как совратившиеся с истинного пути блуждают по различным стезям, не имея настоящей дороги, так и тот, кто отстанет от Бога, начинает искать себе помощи в других, но заблуждается не менее того, который потерял истинную дорогу, или не менее того, который, лишившись света очей своих, не видит, куда придет. Как терпение, так и надежда познается в бедствии. Многие думают, что они имеют надежду на Бога. Но лишь только придет беда, открывается тогда, кто на кого имел надежду. От кого, кто ищет в напасти помощи и избавления, в том он полагает и надежду свою. Кто к человеку в бедствии прибегает, тот на человека и надеется. Кто никому иному, как только к Богу единому, возводит очи свои и помощи от Него единого неуклонно ожидает, хотя и медлит помощь Его, тот показывает, что он и в счастье, и в несчастье на Бога единого имеет упование. Надеющийся на создание грешит против первой заповеди. Я, Господь, Бог Твой, Который оповелевает, чтобы мы единого Бога знали, почитали, любили, боялись, на Него надеялись, к Нему в нуждах прибегали и помощи от Него просили. «Надеющийся же на человека отступил сердцем своим от Бога, как говорит пророк, и от Господа отступит сердце его, и не верует Богу, хотя устами исповедует его». Веровать Богу и на создание Его надеяться невозможно, ибо вера с надеждой совокупна и одна без другой быть не может. Посему, кто надеждой отступил от Бога и приложился к созданию, «Тот и верой вступил от Бога». Вера же здесь, разумеется, живая, а не мертвая, которая не только на языке, но и имеется на сердце. Такова вера единого Бога, как малое дитя прилепляется к матери своей, на Него единого надеется, от Него единого помощи и избавления ожидает. Под клятвы находятся те, которые, оставив надежду на Господа, надеются на людей, ибо пророк говорит Иеремия. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опору. Напротив того, благословен человек, который надеется на Господа, и будет Господь упованием его. Как же страшно должно быть под проклятием. Что в таком случае значит имя христианское? Ничего. Как же, напротив, блаженно быть благословенным от Господа? К онному состоянию под проклятием ведет надежда на человека. К всему же под благословением приводит упование на Господа. Аминь. Продолжение следует...